Пилоты гонок на выживание Контактные гонки – это единственный вид спорта, где сталкиваться с другими участниками не только можно, но и нужно. Это добавляет соревнованиям непредсказуемости и особой остроты на поворотах, а болельщики неизменно требуют хлеба и зрелищ. Чтобы выталкивали, переворачивались. Мы же ждем это от них, от участников гонок. Ну и естественно, чтобы до финиша побольше пришли машин. Заезды проходят в два этапа. Квалификационный, где пилот за три заезда должен набрать максимальное количество баллов, и финальный, где победитель выявляется в порядке выбывания. Во втором этапе 2024 года приняли участие 15 гонщиков. С минуты на минуту за моей спиной начнется настоящая битва. Долгое время чемпионы готовились к заезду, и вот уже их машины стоят на старте. Мы желаем удачи каждому. В 15-минутном перерыве между первым и вторым заездом пилоты проверяют технику, доливают бензин и проводят техосмотр транспорта, чтобы вступить в новый этап с новыми силами. Сколько литров бензина обычно заливаете на гонке? Ну, бак где-то около 20 литров, плюс доливаем по мере необходимости. Я эвакуирую автомобили просто, которые сходят с дистанции. Часто сходят? Бывают. По одной-две машины после заезда. Так пришлось эвакуировать транспорт Дмитрия Черкасова, представителя Ленинского городского округа, на гонках. В ходе первого заезда машину вытолкнул на обочину, после чего в нее пришелся удар другого болида. Надежда Дмитрия теперь починить транспорт до утешительного заезда. Сейчас смотрим, что конкретно сломался. Был сильный удар в эту сторону. Сейчас и разбираемся. Надо несколько минут, чтобы прояснить. Для Вячеслава Красноноса первый заезд прошел более успешно. Пилот доволен результатом и готов двигаться дальше. Его машина перед вторым заездом прошла общий техосмотр. Как прошел для вас первый заезд? В общем, неплохо. Не помню, каким пятым или четвертым приехал. Для меня это неплохо. Гонки на выживание – это драйв и адреналин. Как для участников, так и для болельщиков, которые следят за разгорающимися баталиями. Клубы снежной пыли, яркое солнце – все это такой драйв. Особенно еще, когда добавляется вот этими взрывами при старте и при финише. Это вообще потрясающие эмоции. Я всех приглашаю к нам на трассу Казачий дозор в деревне Горки, потому что таких ярких эмоций редко где можно получить. По итогам гонок в финал вышли Алексей Хаметов, заняв третье место, Андрей Березкин, получивший серебро, и Антон Рыжиков, завоевавший золото. На 2024 год запланировано 10 этапов, поэтому участники еще не раз покажут свой профессионализм. Следующая гонка состоится уже 4 февраля. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.